Поддержим те субъекты, у которых есть потенциал для развития, сказал в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. По словам президента, программа ИПСЭР на сегодняшний день реализует 10 субъектов федерации с низкой обеспеченностью собственных бюджетов. Я прошу правительства продлить действия этих программ еще на 6 лет. Это вопрос справедливости равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны. Напомню, что в ТУВе программа ИПСЭР реализуется с 2020 года. За это время всего создано более 880 новых рабочих мест. При поддержке индивидуальной программы в республике активно развивается отрасль производства строительных материалов, модернизированное производство кирпича и железобетонных изделий. Собственное производство строительных материалов влияет на снижение стоимости и уменьшение сроков строительства. Мы видим, что в республике отмечается значительный рост объема жилищного строительства, в частности многоквартирного жилья. Мы видим, что для поддержки необходимых темпов нужно дальше развивать производство стеновых материалов, железобетонных изделий, производство и переработка общераспространенных полезных ископаемых, таких как щебень песогравий, в более качественные, необходимые для строительства виды продукции. В сентябре прошлого года запущено производство резиновой плитки и брусчатки из вторичного сырья резиновой крошки. На этот год инициаторы проекта поставили амбициозные задачи – обеспечить резиновым покрытием прилегающие территории всех новых школ, спортивных площадок и других социальных объектов. Решение главы государства о продлении ИПСЭР – это новый этап в развитии республики. Кроме того, программа позволяет поддерживать экономические проекты в сфере производства и переработки продукции, которые увеличивают налоговые поступления в бюджет, привлекают частные инвестиции и создают новые рабочие места, сообщил министр. Напомню, что по такому же решению у нас в 2024 году завершается реализация ИПСЭР 2020-2024. В рамках этой программы в текущем году у нас продолжается поддержка трех направлений. Это поддержка туризма, поддержка производства строительных материалов и поддержка сельского хозяйства. На период до 2030 года, а это уже не 5 лет, это 6 лет, предварительно мы рассчитываем на получение из федерального бюджета ежегодно как минимум 1 миллиарда рублей. То есть мы сейчас находимся в активной фазе разработки новой программы до 2030 года. Предполагаемые направления развития, они сильно не будут отличаться от того, что уже реализуются, потому что эти ниши, эти отрасли требуют у нас активной государственной поддержки. Прошедшие 4 года показали положительный эффект от реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщил в своем послании 19 января глава ТУВ. На текущий год запланированы новые объекты. Это производство стеновых железобетонных панелей. Нужно приложить усилия по запуску цеха первичной обработки шерсти. Тем более сырье имеется. В прошлом году собрали более 600 тонн шерсти. Этим должен начать работу полностью преобразованный урокчадер с поэтапным введением уникальных лечебных процедур для населения. Общий объем финансирования и псцер из федерального бюджета составил 4 миллиарда рублей. Вместе с тем с опоряженными проектами удалось привлечь более 16 миллиардов рублей вне бюджетных инвестиций.